Звезда по имени Солнце Глава вторая. Лекарство против морщин Эй, русенька, пронеси еще пивка, а? Ну, с мужиками, сегодня празднуем. Что эта компашка праздновала сегодня, а Сансет не знала. Они бывали тут регулярно и всегда находили повод напиться в сопли. Окинув игру по взглядам и посмотрев на часы, она наполнила две кружки пивом и понесла к столику. Трое из пяти уже проиграли в борьбе с алкоголем и в разных позах разлеглись на стульях. Через полчаса ее смена закончится и она пойдет отсыпаться. Все же сутки на ногах сказывались, глаза закрывались, а поднос норовил выскользнуть из рук. Вернувшись за стойку, она окинула взглядом кабак. Подвальное помещение без окон, в воздухе витает дым сигарет даже сейчас, когда большинство посетителей тем или иным образом отправились домой. Ушедших на своих двоих было не так много. Больше было тех, кто передвигался более естественным Сансет способом, на четвереньках. Тусклое освещение не способствовало осмотру помещения. Углы скрывались в плотных тенях. И даже освещенные участки казались какими-то тусклыми. Маленькая сцена сейчас пустовала, музыканты, даже уличные, захаживали сюда нечасто. Так что вовсю хрипел кассетный проигрыватель с большими, приделанными кое-как самодельными колонками. Иногда Сансе задавалась вопросом, зачем она тут находится, но тут же вспоминала, что ей как-то нужно существовать, а без денег это становится затруднительно. Так что этот нелегальный кабак, куда ее устроил по протекции Семен, был единственным местом, где она могла заработать. А как иначе? Ни образования, ни даже нормальных документов. Сейчас Сансет не строила иллюзии, что тот паспорт, выписанный ей, опять же, не без помощи Семена, выдержит тщательную проверку. Сначала было тяжело и сложно. Она еще не совсем понимала, как общаться с местным контингентом, так что долго терпела издевательства и попытки познакомиться поближе. Но после очередного ощупывания ее задницы и сальных фраз, она просто разбила нос лысеющему мужичку, что, вопреки ее опасениям, не вызвало никаких проблем. Владелец кабака даже похвалил ее потом, сказав, что у них тут не бордель, а приличное заведение. С последним заявлением Сансет бы поспорила, но не стала грубить, в общем-то, неплохому человеку. Силовая тактика оказалась эффективной, так что уже через неделю и еще три разбитых носа завсегда-то и прекратили попытки близкого знакомства, и удерживали от таковых попыток всех новеньких. Называть ее начали не иначе, как Сашка Огненная Коса, даже иногда предлагали выпить с ней. Сансет усмехнулась от этих воспоминаний, проведя рукой по длинным волосам, сейчас заплетенным в толстую косу. «Эй, здорово, Саш!» Махнул рукой, подходя к стойке, молодой человек с длинными темными волосами. Он был одет в черную кожанку и импортные джинсы. Сансет сразу узнал о его. Мишка Прохоров – местный меломан, который приходил в кабак послушать музыку. И даже иногда сыграть самому, правда, его песни популярностью тут не пользовались. Он играл современную музыку, а местные были в основном мужиками лет за сорок. «Привет, Миша, тебе чего-нибудь налить?» Тут же спросила девушка. Если позволить ему разглагольствовать, он присядет на уши где-то на час. «А? Да не, ну только если совсем чутка. Я просто тут это, новую кассету раздобыл, полный альбом Цоя, группа крови прошлого года, зато качество, во!» Показал он большой палец. «Включишь, а? Все равно все старики уже разошлись. Тот отстой, что сейчас играет, можно и вырубить. А я тебе убраться после смены помогу. Ну как?» Санцет на секунду задумалась. В общем-то, ей было все равно, а помощь в уборке была бы кстати. Прохоров понял ее промедление по-своему и начал увещевать. «Да ладно тебе, огненная, ну что тебе стоит? У меня дома мой протон погорел, отнес другу, но он обещал его только к концу недели починить. А у вас импортный, тоже бы 913-й, зверь-машина. Ну поставь, а? Тебе самой понравится, обещаю». «Ладно, ладно, только не чести, давай кассету». Для Санцет все это не имело смысла, но раз он не собирался уходить, то тут лучше уступить и принять помощь. «Спасибо тебе, солнце!» На этих словах девушка едва вздрогнула. «Век не забуду!» Взяв кассету и заменив ею ту, что сейчас крутилась в проигрывателе, Санцет нажала на кнопку и вернулась за стойку. Прохоров выглядел счастливым, когда первые звуки мелодии разнеслись по прокуренному помещению. Девушка просто пожала плечами и начала протирать стойку. Уже можно начать уборку и закрываться. Ее начальник ушел парой часов ранее. В последние несколько месяцев он доверял Александре самой пересчитывать кассу и закрывать заведение, к чему, впрочем, сама Санцет была не слишком рада, так как это добавляло работы. С другой стороны, за это он доплачивал, так что все было честно. Взяв тряпку и выгнав с помощью нее последних посетителей, Санцет начала протирать столы. «О!» – спохватился заслушавшийся Михаил. «Давай, говори, что делать, я помогу!» Девушка молча оказала на ведро и швабру, которая уже вытащила из-под сопки. Прохоров тут же погрустнел, но взялся за инвентарь. Очередной рабочий день, а вернее рабочая ночь подошла к концу. Сколько Санцет уже здесь работает? Полгода? Год? Такое ощущение, что Санцет подает пиво, опустившимся алкашам, всю свою жизнь. Что же делать? Она задавалась этим вопросом, как только оказалась в этом мире. С тех пор все ее попытки вернуться разбивались о бетонную реальность панельных домов этого города. Санцет совершенно не знала, что делать, будто это был сон, из которого нет выхода. Вдруг она ощутила что-то странное, то, что не ощущала уже больше года. Слабый, едва различимый, магический резонанс зародился у нее в груди. От неожиданности она замерла, ее сердце забилось быстрее. Она попыталась прислушаться к себе. Она была в шоке, поэтому не сразу поняла, что доносящаяся из динамиков музыка, будто ветер в ночи раздувает угли ее магического источника. Она прислушалась. Город стреляет ночь, гробью огни, на ночь сильней, ее власть века. Что это? Задала она вопрос, скорее себе. А? Отвлекся от уборки Миша. А, ты про музыку. Я же говорил, что тебе понравится. Сой же, спокойная ночь. Ну как, да мурашек, да? То-то же и наши что-то могут. Хотя, я все же больше люблю металл. Слеерс там, металлика, они да, они жгут. Отцу это так, для души. Музыка у него... Санцет, впрочем, его почти не слушала. Она ловила давно забытое ощущение, то, ради чего она жила, и то, что она потеряла год назад. Это была даже не магия, а просто ее след, искры. Но и этого было достаточно изголодавшейся по магии единорожки. Она на этот короткий срок как будто бы вернулась, хоть и душой, домой. И тут музыка прекратилась. Резонанс тут же потух и оставил шокированную Санце стоять с открытым ртом. А в прошлом году в Луженьках вообще цирк был. Сорвали ему концерт. Не любят его партия. Ну и не мудрено. Слушай, а ты можешь дать мне эту кассету? Прервала Прохорова Санце. Эту? Ну ладно. Бери, только с возвратом. Но где же ты ее слушать будешь? Или свой магнитофон есть? А какой? Нет, своего нет. Прикусила губу девушка. Действительно, раньше она не интересовалась местной музыкой. Видимо, очень зря. Была ли Анастасия Викторовна права в своем совете, пусть даже она и не понимала всей ситуации. Надо было это узнать. Я к Семену схожу. У него точно есть. Галстук? Ах, да. Вы же с ним родственники. Повезло. У него точно есть. И, скорее всего, хороший. Слушай, не в службу, а в дружбу. Можешь спросить у Галстука, есть ли у него кассеты ТДК со вторым или лучше с третьим типом ленты. Если мне принесешь таких парочку, я тебе все альбомы Цоя подарю. Обещаю. Хорошо, я спрошу. Немного растерялась Сансет. Давай, нам надо еще убраться. Тяжело вздохнув, Миша вернулся к швабре. Тем временем Сансет с трепетом и нетерпением достала кассету из проигрывателя и убрала в сумку. Она очень надеялась, что это была не случайность. Она просто этого не выдержала. Этим утром она возвращалась домой с робкой улыбкой на лице. Сансет шла по улице левобережья Воронежа и смотрела по сторонам. Погода была солнечная и уже по-летнему теплая, так что она решила не укутываться в свое излюбленное пальто. Девушка осматривалась по сторонам, будто впервые видя этот город. По тротуару шли улыбающиеся люди, а по сторонам, за распустившимися деревьями, выселись громады новостроек. Именно сейчас Сансет начала понимать, что сознательно не обращала внимания на светлые стороны этого места. Закрывшись в себе и не пропуская ничего внутрь, она отгородилась не только от городской тоски, но и от дышащей энергии окружающих. Неужели, чтобы это понять, ей нужно было вновь, пусть и ненадолго, почувствовать магию? Она не знала, но собиралась выяснить. Свернув во двор и пройдя мимо детской площадки и заполненной детьми, гуляющими после уроков, она нырнула в прохладный подъезд. Поднявшись на лифте на шестой этаж, она позвонила в ничем не примечательную дверь. Через полминуты ее распахнул уже немолодой, но подтянутый мужчина с сединой, начинающий появляться в черных волосах. Он оглядел вечернего визитера и улыбнулся. «Проходи, проходи. У меня как раз щи остались. Все, как ты любишь, без мяса». По-доброму пробосил хозяин квартиры и пропустил Сансет в прихожую. «Разувайся, мою руки, иду и на кухню, там все и расскажешь». Девушка выполнила все указанное и прошла на кухню, где мужчина уже хлопотал, разливая суп по тарелкам. «Ну, Саня, рассказывай, по какому поводу мне звонила? А тут и так чистила, что я ничего и не понял. Только то, что это опять с твоими тараканами в голове связано». «Семен, я же просила, хоть ты отнесись к этому серьезно, ты единственный, кому я могу рассказать». Немного обиженно посмотрел на него Сансет. «Эхе, нет ж, коза, я тебе год назад чуть ли не сопли вытирал, всему учил, как маленького ребенка. И уж прости, но в твоей сказке я не верю ни на грамм волшебца из белокаменного города». Усмехнулся Семен, скорее, по-доброму, нежели с издевкой. «Но выслужить тебя просто обязан. Ты же мне почти как дочь, так что, давай, не томи». «Ух, хорошо, извини. Я знаю, ты мне не веришь, а доказательств у меня просто нет. Я уже смирилась. Сегодня на работе я услышала песню, и она что-то откликнулась моей магии. Я ее почувствовала». «Да неужели?» Усмехнувшись, скинул бровь форсовщик. «И почему же ты не улетела на этой волшбе домой?» «Это была не магия, просто отклик, резонанс. Той энергии бы не хватило ни на что. Но она была. Это в первый раз, когда я почувствовала магию в этом мире». Воскликнула Санцет, взмахнув рукой и горящими глазами, смотря на своего, по сути, приемного отца. «Ого-го, а ты, я смотрю, очень этим возбуждена. Я бы даже сказал, рада!» Улыбнулся Семен и в притворном удивлении воскликнул. «Куда же делась та угрюмая звука Санцет, не улыбающаяся порой месяцами? Что, музыка принесла тебе смысл жизни?» Санцет в нерешительности пожала плечами. «Может быть, я это почувствовал один раз и только с одной песней». «А что за песня вообще?» «Я хоть и не спец, но многих исполнителей слушал». Девушка молча вытащила из сумки кассету и протянула ее Семену. Тот с интересом ее оглядел и хмыкнул. «Сой, надо же, группа крови. Вообще, хорошие песни, но я бы не сказал, что в них есть что-то волшебное». Усмехнулся он. «И тем не менее, Семен, я почувствовала. Может, не только в этих? Я на музыку раньше не обращала внимания». «Зря. Я тебе уже давно говорил, что все в твоем возрасте музыку слушают, причем все разную, не только нашу, но и зарубежную. Так что выбор большой». «Это я уже постарел, но раньше тоже на дискотеках зажигал». Семен сделал несколько энергичных движений руками. «А то, знаешь, от работы дохнут кони, ну а ты-то вроде пони. Ха-ха-ха-ха». И тут же мужчина расхохотался от своей шутки. Смеялся тепло и по-доброму. Сансед даже сама немного улыбнулась. Но для приличия все же ударила весельчака локтем в бок. «Не дерись! Ха-ха! Ну не обижайся, я не созла. Будь хоть пони, хоть кони, хоть сани. Но если серьезно, я рад, что ты хоть чем-то заинтересовалась. Но я вижу, что это не все». С хитрецой пришурился Семен и принял расслабленную позу. «Что ты хочешь от старого фарцовщика? Выкладывай». Магнитофон. Без обиняков утвердила Санцет, приподняв одну бровь и глядя прямо мужчине в глаза. «Ну и возможность сейчас послушать эту кассету». «Хе, ну что ты, дай вредному старику поиздеваться», — отмахнулся Семен. «Ты еще далеко не старик. В нашей стране уже к тридцати стареют». «Что-то я не заметила, чтобы ты работал в шахте или хотя бы на заводе». «Детали, детали, Саня. У нас везде вредно». «Ну ладно, ладно, не надей. У меня можешь слушать кассеты, сколько влезет. Магнитофон в зале». «А по поводу чего-нибудь лично для тебя?» «Найдем. Найдем чего-нибудь. Не импортный, конечно, тебе космических денег стоит. Но добротный советский. У нас тоже хорошую аудиотехнику делают». «Мне не важно какой. Главное, чтобы музыку слушать можно было». Семен пожал плечами и задумался. Такое частенько бывало, когда он размышлял, где и как достать очередной дефицит или импорт. Так что Санцет не стала его отвлекать и пошла в зал. Найти магнитофон оказалось несложно. Он стоял на тумбе рядом с телевизором. Девушка еще раз посмотрела на кассету и вставила ее в кассетник, включив перемотку на начало. Подождав несколько минут и услышав звук завершения перемотки, девушка нажала на соседнюю кнопку и из динамиков раздался звук гитары. Санцет замерла в нетерпении. На первых словах песни ничего не происходило, но когда она вслушалась в строчке, то снова ощутила это. Будто что-то прикоснулось к ее магическим каналам и начала медленно обволакивать их. Санцет была поражена, она не пыталась этим как-либо управлять. Не было смысла, настолько ничтожные энергии ей никак не помогут. Но самоощущение, само понимание, что она все же способна на магию, ее завораживало и воодушевляло. Волшебница прислушалась к словам. Раньше она и не обращала на это внимания, но песни людей сильно отличались от песен пони. Люди пели образами, метафорами, напрямую не высказывая свои мысли, а обернув их в свои чувства. Музыка была сложнее и комплекснее, а вот человеческие голоса казались ей грубыми и немелодичными. И это было не только у этого певца. Санцет вспомнила все те песни, что играли в ее кабаке, пока она не обращала на них внимания. Ого, да ты была серьезней некуда. Удивленно воскликнул Семен, зайдя в комнату и обнаружив свою гостью с открытым ртом слушавшую тихую музыку. Ты прям, не знаю как это сказать, светишься изнутри, образно выражаясь. Ты хоть погромче сделай. Он подошел поближе и повернул рычажок громкости по часовой стрелке. Так они и сидели весь следующий час. Когда одна кассета закончилась, Семен поставил другую, в этот раз группу Наутилус Помпилиус. Санцет и в этот раз почувствовала резонанс. Она заметила, что у каждого исполнителя он разный, немного отличается и от песни к песне. Как бы она не хотела остаться, но скоро начиналась ее смена. И в этот раз она постарается больше обращать внимание на окружающий мир. Ведь, как оказалось, он ярче, чем она думала. Было хорошо, было так легко, но на шею бросили аркан. Солнечный огонь атмосферой бронь пробивал, но не пробил туман. И мертвый месяц еле освещает путь, И звезды давят нам на грудь не продохнуть. И воздух ядовит, как ртуть, Нельзя свернуть, нельзя шагнуть, И не пройти нам этот путь в такой туман. А куда шагнуть? Бог покажет путь, Бог для нас всегда бесплотный вождь. Нас бросает в дрожь, Вдруг начался дождь, Нас добьет конкретный сильный дождь. И месья впровоцирует нас на обман, И испарение земли бьет, как дурман. И каждый пень нам, как капкан, И хлещет кровь из наших ран, И не пройти нам этот путь в такой туман. Все пошло на сдвиг, Нажаршись как миг, Городка, как юбка, упутан. Нам все нипочем, Через левое плечо, Плюнем и пойдем через туман. Пусть мертвый месяц еле освещает путь, Пусть звезды давят нам на грудь не продохнуть. Пусть воздух ядовит, как ртуть, И пусть не видно, где свернуть, Но мы пройдем опасный путь через туман. Пусть месяц провоцирует нас на обман, Пусть испарение земли бьет, как дурман. Пусть каждый пень нам, как капкан, Пусть клещет кровь из наших ран, Но мы пройдем с тобою путь через туман. Но мы пройдем с тобою путь через туман. Но мы пройдем опасный путь через туман.